Всем привет, с вами Роман Роскольников. Мы снова играем в корейский хоррор с названием White Day Elaboring Named School. Сегодня я ещё одну концовку получу, собственно, связанную с Джихен. Это, так сказать, возможно, плохая концовка. Я так понял, есть по две концовки у каждой девушки, в общем-то, у Сона есть две концовки, есть две концовки у Джихен. Три концовки есть, связанные с Сайон, но, в принципе, одна из них, она почти ничем не отличается от предыдущей, но единственное, что это как, скорее всего, вот это как раз правда, это и есть как бы каноничная концовка. Так, ну давайте мы перезапуск игры. Ладно, нормально, я уже все концовки получил, да я даже один раз зря прошёл, поставим тяжело. Ну, для того, чтобы коллекцию концовок открыть полностью. Чтобы получить... Да, я понял. Чтобы получить... Ну, дополнительные концовки на уровне сложности сложно. Так же, я прохожу, заодно сделаю сейф для того, чтобы... Для того, чтобы пройти дальше. Ну, то есть, исследование школы, где я прошёл. Ну, где я пытался исследовать школу, там у меня кое-что не получилось. Собственно, вот этот как раз и послужит... Вот это прохождение я сделаю контрольной сейфы в каждом здании, и это, собственно, и послужит для того, чтобы... Ну, продолжить наше исследование школы. Оказывается, я, в общем-то, посмотрел ключи. Ключи я не мог пользоваться машинкой, которая совмещает ключи почтовых ящиков. Я вот посмотрел, короче, почему у меня она работала. То есть, оказывается, это зависит от уровня сложности. Я, ну, посмотрел в интернете, то, что, оказывается, некоторые призраки появляются только на уровне сложности сложно. То есть, на лёгком уровне очень легко, там почти все призраки, как бы, вырезаны из игры. Вот как они нам, разработчики, уровень сложности, так сказать, изменили. Так сказать, немного посмеялись над нами. Ну, не над нами, а над теми, кто играет на очень лёгком уровне сложности. Так, ну, конечно же, я буду всё тут снова обыскивать. Это как раз-таки для того, чтобы получить необходимую нам концовку. То есть, не концовку, а ну, это, исследование. И также мы будем сегодня получать необходимую нам концовку. Это мы похожи на G-Han. Кстати, вроде как я в интернете посмотрел. Ну, я не всё смотрел, я, конечно, как загадки решаются, не смотрел. Я только посмотрел, именно почему у меня, в общем-то, затупило, короче. Ну, не меню вот это какого. Не меню, а расписание по математике не работало, я не мог поставить ему место. А оказывается, это всё из-за того, что я уровень сложности поставил очень легко. Я думал, нам, ну, специально поставил уровень сложности очень легко для того, чтобы нам не мешал охранник вот это всё исследовать. А оказывается, это наоборот. Очень сильно нам помешало исследовать полностью всю школу. Так, ну, сегодня я планирую, в общем-то, полностью игнорировать G-Han. И ещё, кстати, я попробую получить снова одну из концовок, связанных с сонной. Оказывается, есть одна такая концовка, которую я получал в прошлый раз. Так. Я думаю, что есть кто-то ещё в школе. Так, ладно, давайте, ну, вот что, сейчас, подождите, нам надо ещё пачку сигарет взять. Так, и монетка где-то тут лежала. Так, монетка лежит вот здесь, вот. Да, вот, давайте возьмём её. Монетки нам потребуются на уровне сложности. На данном уровне сложности. Хм, как мы туда попадём? Да, интересно, как нам сделать это? Ох, ты очень сильно напугал меня. Так, оказывается, концовку, которую я получил именно за сону, ну, так сказать, где она нас тоже вместе с собой оставила, и мы не смогли выйти из школы. В принципе, её не так уж, оказывается, легко получить. Я всё время, короче, ну, типа, не грубил Сони, всегда ей помогал без всяких этих вопросов. Да, я думал то, что концовка зависит от кассеты, я даже кассету положил в ящик, но, к сожалению, я получил, друг со совершенно другую концовку, где она вслилась в Сайон. И вот, возможно, где-то я в двух местах, может, в трёх местах где-то другие диалоги выбирал, и, возможно, из-за этого я, в общем-то, и вышел на другую концовку. Так. Ну, собственно, я не знаю, как... Так, ладно, давайте я... К сожалению, я не знал, что вы были здесь. Я попробую снова повторить эту концовку, посмотреть, от чего она зависит. Ой, я видел его. Он новенький студент. Ммм, правда? В любом случае, я ухожу. Увидимся. Я Сона Ким. Класс 8. Так, а я Химин Ли. Приятно познакомиться. Это было неожиданно. Но приятно познакомиться. Так, почему ты пришёл в школу в такое время? И, и, эм, я тут кое-что оставил. Да? Я рада, что ты здесь. Ты будешь мне помогать. Ладно, а чем же тебе помочь? Хмм, есть одно. Следуй за мной. Чи Хен и я не знали, что мы будем делать. Слава богу, ты появился. Ты определенно имеешь всё необходимое, чтобы помочь мне. Добро пожаловать в первый в туалете девочек. Хорошо, и как же тебе помочь? А, хорошо. Какая помощь тебе нужна? Почему? Ты боишься, что будет что-то странное? Я оставил свою книгу в классе ЕС. Я не могу попасть внутрь, потому что она заперта. Я знаю, что ключи в классе автомеханики, но она также заперта. Но ты можешь проползти через вентиляционную шахту и получить ключи. Ну, хорошо. Нужна лестница, и нам нужен какой-то режущий инструмент. Почему бы не оглядеться? Почему бы не посмотреть вокруг? Так, тут вроде я всё, что можно было, забрал. Так, давайте сразу же... Так, эту записку тоже заберём. Так, сразу мы будем искать... Так, сейчас скажу. Сразу мы будем... А, тут у нас нету. Так, сразу мы будем искать рисунки. Так... На телефонный звонок мы, к сожалению, ответить не сможем. Это просто как... Просто различные шумы всякие, ну типа, которые нас пугают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Я, кстати, вот у этого охранника оставил костюм прежним, как у дворецкого. К сожалению, его костюм новый. Я смогу поставить только после того, как открою все концовки, у меня откроется новый костюм. Но вот у другого охранника, у другого сторожа, я костюм поменял. Он, кстати, выглядит очень забавным. Чтобы показать полностью, то есть всю, как бы сказать, нелепость данного случая, то есть всего, что происходит в этой школе. Чтобы, так сказать, показать весь трэш происходящего, всю нелепость, все безумие. Так, здесь я уже... А, нет, я там не был, это просто тупик. Будем по полной игнорировать джихе. Для этого мы будем, как бы, больше экранного времени уделять именно ее развитию... Ну, то есть, ответвление именно ее сюжетного ответвления, которое связано с ней. В принципе, на эту концовку можно выйти и позже. То есть, вначале мы можем пойти именно за... Так, именно там, где идет... Откуда идет шум. И потом мы не встретим ее в новом здании 2. Вот, то есть, в главном здании 2 или типа такого. Да, главное здание 2. Именно мы ее не встретим. Она не будет у нас прятаться. Она именно окажется в учительской... Так, не в учительской, но там, где ключ, в общем-то, прячет. К нам это зайдет... Когда я ключ возьму, который охранник, прятал. Вот, видите, собственно. Я могу взаимодействовать. Она легко... На очень легком уровне сложности я не могу взаимодействовать. Вот поэтому я, кстати... Там прервал запись. И потом резко у меня будет В прохождении именно с другого места. Ну, то есть, я окажусь в том же самом месте, Но уже вот данным персонажем, Который я еще не прошел до того места. Неплохо. Спасибо большое. Эта школа кажется опасной. И, думаю, сумасшедший уборщик тоже. Ты не пытаешься меня напугать, да? Я не настолько наивна. А, ты же пытаешься напугать меня? Ой. А ты знал? Эта школа была господина во время Корейской войны. Ходят слухи, что вся школа и призрак... В призраках, потому что здесь много людей погибло в те времена. Может, слухи и правдивы? Я имею в виду, особенно в такую ночь. Я не знаю, как это... Буф! Буф! Я тебя напугала? Ха-ха-ха. Я тебя напугала? Я думаю, ты не веришь в историю о провидениях. Да? О, двери. Наверное, закрыты сейчас. Они запирают все двери после 10. Кроме коридора и лекций. Как это. Если мы хотим выбраться, мы должны пойти в лекционный коридор. Ты знаешь новое здание и лекционный коридор? Все связано, верно? Здесь ключ от коридора. Не мог бы ты открыть его по дороге? Иди дальше. Мне еще кое-что нужно сделать. Кстати, вот я у них новый костюм поставил. Именно тот костюм, которые открылись по достижению двух концовок. Оказывается, есть две концовки еще за Мин Ю. Это вот именно та, которая рисует рисунки. Как у нее две концовки получить, я вообще абсолютно не понимаю. Не знаю. Как вообще выйти на нее? Она появляется всего лишь один раз. И, кстати, вот если посмотреть на костюмчик, то у нее тут написано призрак. Так сказать, небольшой намек. Но, в принципе, если пройти в тот именно, где мы особо-то ей не понравились, она вот вселится именно в тело Сайон, то там вроде как более-менее понятно то, что вроде это как бы и она была. А вот в первой концовке, ну, в первой концовке, я думаю, тоже, когда мы застряли в этой школе, тоже вроде как более-менее понятно то, что она призрак. Хотя это напрямую так не говорится. Так. Напрямую говорится то, что вот именно она, вот она действительно призрак именно в других концовках, в трех. Именно в концовках Сайон. У Джихен тоже там особенная. Непонятно. Там вообще ничего не говорится про Сону. Она просто не упоминается. Ух! Это было так близко. Если проклятся ночью, то Боша будет очень злым. Если он тебя помает, то наказание будет суровым. Кстати, костюм у нее такой, типа, выглядит, как будто она ботаничка. Ну, типа, очень много сидит. Зубрила, в общем-то. Поэтому ее, кстати, будем игнорить. Наказание. И это ты называешь наказанием? Что ты имеешь в виду? Так или иначе? Он добрый в дневное время. Ты переведенный студент? Я в втором классе. Помнишь? Нет, я не знаю, к сожалению. О, это хорошо. А ты только... Так, вы только пришли. Ты только пришел. Я Джихен Соль. Ты Химен Ли. Да? Правда? В любом случае, что ты здесь делаешь в такое время? Она сказала, что-то... Рэй... Ну, блин, я вот... Это слово не знаю, как правильно произносить на английском языке. Рэй... Ну, это, типа, верно? Она спрашивает. Не да, а верно. Тебя, видите, зовут Химен Ли. Верно? Так, у меня кое-что есть для Сайон. О, правда? Скажи мне что-нибудь. Я всегда вижу, что тебя одна. У тебя нет друзей? Я всегда вижу тебя в alone. Ты не имеешь ввиду? А, не волнуйся об этом. Мне нравится быть в одиночестве. Мне нравится быть одному. Ну, ладно. Ладно, я пойду. Будь осторожен. Будь осторожен. Так, сразу надо взять зажигалку. Так. И надо, собственно, быстренько успеть свет выключить. Иначе сейчас уборщик сюда придет. Так, вроде как в этом ящике ничего не было. Да в ящиках облачения вообще ничего никогда не бывает. Так, дерево-призрак. Он все еще здесь. Вроде как он не должен больше нас услышать. Так, он вроде как ушел. Ага. А я... Прикол, наверное, заключается в том, что, наверное, я должен был вставить ключ. Так, ну, в принципе, здесь все эти мансы работают точно так же, как и всегда. Да. Ну, 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 слаппатель, это кое-что наше ищите, я крик. Единственное, что вроде как мы раньше выдыхаемся на данном уровне сложности. Кстати, вот эта дверь была открыта только что. Только что охранник из этой двери выходил. Так, ну всё, у нас тут было типа сохранение. Мы в принципе можем... Так, бежать. Ой, господи, ух, ты чего? Я же испугалась. Ты что здесь стоишь? Так, а у меня тут дело в классе восемь. Дело? Что ещё за дело? Отвечай, что ты стоишь, как истукан? Там кое-что... Я там кое-что оставил. Вот как? Я тебе, видите, не мешаю. Погоди-ка, ты кто такой? Я тебя впервые у нас в школе вижу. Я недавно перевёлся. Нет! Ты же учишься в одном классе с Сайон. А, мухи, мухи, мухи кружат вокруг Сайон. Любишь рисовать? Что? За рисунок? А, не, не знаю, не знаю. В общем, тут закрыто. Думаю, тебе лучше поспешить обратно. Так, ну обратно я не пойду, мне нужно именно туда. Так, где тут у нас рисунки? Так, вот пока нет тут рисунков. Так, ну записки я уже все эти не читаю, потому что мы при полном обследовании школы всё прочитали. Нам осталось только решить до конца загадки, которые мы решим чуть попозже, потому что сейчас у нас нет возможности решить эти загадки. Так, я так немного не пропоминаю, где могли бы находиться у нас какие-нибудь вещи в туалете. Вроде как в туалете что-то должно было быть запрятано. Типа рисунка или ещё что-то. Журавлика. Ну вот, журавлик был в другом месте немного запрятан. В другом туалете, в другом здании. Так, ну это особо не критично. Всё, охранник больше сюда не сунется. Пока что. А, нет, сунется. Так, подождите. Так, надо им рисунок посмотреть. Итого 4 рисунка уже имеется. Так, нам сейчас нужно взять инструменты. Ну ладно, пока он тут бегает, мы не будем привлекать внимание его. Так, 5 рисунков. Так, вон он идёт. Сейчас мы опять с ним замонтим. Так, не... Даже вот здесь можно замонтить. Нам важно взять инструменты. До свидания. Ну мы от него просто так не отделаемся. Он вот будет за нами всё время бежать, 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 бежать. Так, сейчас давайте мы сразу пароль посмотрим, заполним. 3126. 1236. Так, бежит. Можно, а, нет. Ну мы, в принципе, не успели замонтить здесь тут, в кабинете. 1, 2, 3, 6. Это важно. Почему именно в таком порядке надо запоминать? Да потому что там кнопки нажимаются. Там не важен порядок. Там важно, чтобы определённые цифры были прожатые. И эти определённые цифры это как раз 1, 2, 3, 6. Так, давай быстрее, быстрее, быстрее. 1, 2, 3, 6. Так, берём ключ. Так, этот тоже ключ берём. Так, сейчас у меня, похоже, прилетит от неё. Хоть уровень сложности её очень высокий, ну, то есть, каково, сложно. По сути, в начале вообще не очень, не сложно, нисколько. Так, итого, мы нашли 5 рисунков. Так, вот сейчас у нас будет призрак тут и охранник зареспаунится совершенно в другом месте. Так, ну это наём. так, охранник вроде как сюда больше не должен прийти. Он, возможно, даже полностью пропал на время. Так, 6 рисунков мы нашли. монета, хризантема. 7 рисунков. 8, 9, ещё один рисунок осталось найти. А два из них я знаю, где находятся, а вот ещё один, и я рисунок совершенно не понимаю, где может находиться. Возможно, если я найду все 6 рисунков, вот, то есть, не 6, а все 10 рисунков, то у меня что-то будет какое-нибудь взаимодействие с так, но с этой девчонкой новой, то Мюнью, или как-то её так зовут. Где-то я один рисунок упустил. Так, монетку ещё не взял. Так, ладно, думаю, тогда мы закончим на этой серии сегодня. В следующий раз мы, собственно, пройдём, лишь вот эту... Уничтожим призрака дерева, спасём Сайон, и, в принципе, вроде как есть баг в игре, вроде как если я уничтожу призрака, то как бы охранник пропадает на время, пока я не найду печать. Поэтому мы как раз таки полностью все кабинеты исследуем по новой завтра. Ну, то есть я не исследую, а просто всё соберу. Заодно, может быть, найдём ещё 8 рисунок. На этом всем спасибо. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.